Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и сегодня я хочу вам рассказать о новой механике в Sid Meier Civilization 6, которая появилась в Ryzenfall, о лояльности. Мне казалось, что принцип работы лояльности лежит на поверхности, однако очень много комментариев почему-то и к играм, и к моим другим гайдам просят о лояльности рассказать. Что ж, не вопрос, слушайте. Собственно, лояльность состоит из двух частей нападения и защиты. Защита это та лояльность, которую город внутри себя имеет, а нападение это как на этот город влияют лояльностью города соперников. В данном случае у меня мои города Голландия, и мы будем смотреть на то, как влияют Кри. Для понимания, что с лояльностью происходит, используйте линзу лояльность. Она очень подробна и понятна, чего не скажешь о многих других аспектах шестой цивилизации. Правда, не все игроки почему-то догадываются, что надо нажать вот здесь еще на этот прогресс-бар, чтобы посмотреть более конкретную информацию. Начальная лояльность города, нормальная лояльность равна 100. Если лояльность в ход станет отрицательной, здесь, как видите, она везде положительная, плюс 40, плюс 38, плюс 32. Если лояльность станет отрицательной, то лояльность города начнет падать с каждым ходом. Например, у меня тут будет минус 10, то через 10 ходов лояльность достигнет нуля, и город станет свободным. Важно понимать, что он не отойдет сразу к сопернику, который влияет на вас с лояльностью, а сначала станет свободным. После этого на свободный город будут влиять все находящиеся с ним соперники, и он сам через несколько ходов присоединится к тому, чье влияние лояльность на этот город будет самым высоким. Однако, этот свободный город вы можете и захватить. Разница в том, что при захвате лояльность этого города сразу станет равна 50, а не 100. Давайте посмотрим, вот здесь будет 50 из 100. Если же он к вам присоединится просто по лояльности, то будет 100 из 100. Давайте для начала рассмотрим, как генерируется лояльность внутри города. То есть, что влияет на эту лояльность, на защиту. Во-первых, это сами жители. Как видите, при наведении мышки на параметр тут все расписывается. Каждый житель производит плюс одно влияние при обычных условиях. Если вы в золотом веке или в героическом, каждый житель будет производить полтора влияния. Если вы в темном веке, то половину влияния. Но все равно не больше 20 и не меньше минус 20. То есть, больше 20 я производить не могу. Кроме того, лояльность дают губернаторы. Вообще, это самый быстрый способ повысить у себя лояльность. Если вы видите, что город отваливается, то сразу пересаживайте туда губернатора. Дело в том, что в шестой цивилизации, даже если губернатор еще не доехал, то есть, он будет 5 ходов, все равно лояльность повысится сразу. И вот здесь пишется, как изменится лояльность в зависимости от того, какой губернатор там будет находиться. Еще раз повторю, что лояльность от губернаторов начинает поступать в город сразу же при перемещении. Хотя, сам губернатор будет ехать там 3 или 5 ходов. Другой способ избавиться от культурного влияния соседа, о котором почему-то многие забывают, это заключить культурный союз. Обратите внимание, города вашего союзника не оказывают влияния на лояльность ваших городов и не испытывают его сами. Так что есть рядом сосед, который пытается отвалить ваш город таким вот способом. Заключайте с ним культурный союз, и он уже ничего сделать не сможет. Вообще, я считаю лояльность отличным нововведением в шестой цивилизации, потому что благодаря этому расположение городов стало более логичным, что ли. Вспомните, как в пятой цивилизации ты на кого-то нападаешь, сразу ведешь город чуть ли не под столицу, бахаешь рядом, чтобы крепостями отъесть все вокруг и нападать, апгрейдя юниты, захватывая территорию. В шестой цивилизации такое не получится. Да, вы можете поставить город, если вы поставите рядом со столицей, у которой 19 населения, то этот новый город отвалится очень быстро. Ну да, можно им воспользоваться, там, проапгрейдить юниты, но в принципе оно того не стоит. И теперь игроки обычно расставляют города вокруг своей столицы, что в принципе логично, потому что таким образом максимально защищаются свои города от влияния чужих городов. Потому что свои города тоже оказывают давление лояльности на другие города вашей империи. Вот давайте посмотрим. Да, я не указал, что губернатор по умолчанию дает 8 лояльностей. Как видите, у меня тут везде сидят губернаторы. Губернатор по умолчанию дает 8 лояльностей. Здесь губернатора нет, но только потому, что еще не пересчиталось. Это произойдет в начале следующего хода. И вот это влияние жителей, это не от города, на который я смотрю, а от близлежащих городов. То есть они все влияют на этот город и повышают лояльность. Здесь же можно видеть, что на лояльность влияет настроение в городе. Если у вас положительное настроение, в данном случае у меня довольство плюс 5, то в городе будет повышенная лояльность. То есть плюс добавляться. Если будет минус по довольству, то к лояльности будет идти минус, который будет вот здесь выражаться. Ну и, к сожалению, не расписаны другие эффекты. Вот это очень зря. В случае с этими городами, я думаю, ну я не совсем уверен, но я думаю, что здесь влияет чужая религия. Потому что вот это не моя религия. И когда у вас распространена ваша религия по городам, она будет давать плюс к лояльности. Когда чужая религия, она будет давать минус. И если вы все-таки в начале игры хотите поставить поближе к сопернику город и боитесь, что на него будет влиять лояльность от его городов, то стройте монумент. Это, собственно, единственное здание в игре, которое дает лояльность вашим городам. Монумент дает плюс одну лояльность за ход в этом городе. Если лояльность города уже на максимуме. Потом вы можете вокруг, точнее не можете, вам надо вокруг расставить еще своих городов. Но вдруг вы занимаете какое-то место поближе к сопернику, стратегически важное, и боитесь, что пока вы приведете других поселенцев, город отвалится. Стройте монумент. Плюс один лояльность в ход, оно того стоит. И выращивайте город как можно больше. А далее ставьте свои другие города вокруг этого города, чтобы их жители на него влияли и снижали влияние лояльности от соперника. Что еще дает лояльность? Во-первых, выполнение проекта в развлекательном комплексе или в аквапарке. Этот проект называется «Хлебо и зрелищ», и после его выполнения вы получите плюс одно влияние за ход на этот город. Это влияние распространится на города в пределах девяти клеток. Но, честно говоря, мне еще ни разу не приходилось этот проект выполнять, чтобы увеличить лояльность у себя в городе. Другой вариант – это два чуда. Либо Колизей, либо Статуя Свободы. Ну, Колизей вообще офигительное чудо, по-хорошему. Он дает по два очка культуры и лояльности за ход и довольство всем городским центрам в радиусе шести клеток. То есть, если вы строите его вот в такой столице, как у меня, видите, Амстердам в центре, а вокруг практически все города, рядом с развлекательным центром. Ну, вот если бы я его тут построил до появления угля, то во всех этих городах было бы плюс два лояльности, плюс две культуры и плюс два довольства. Ну, Статуя Свободы, конечно, дает вообще максимальную лояльность до конца игры, но дело в том, что она очень поздно появляется. И к тому моменту, когда вы ее можете построить, любые проблемы с лояльностью у вас решены. Либо вас захватывают войной, либо вы кого-то захватываете. Ну, и еще три варианта увеличения лояльности, которые, опять же, редко используются. Во-первых, одно из устремлений дает лояльность. Называется оно «Здесь живут драконы». Его вы можете принять, когда выходите либо в Золотой век, либо в Героический. И тогда города на других континентах, на том континенте, где ваша столица, будут получать плюс два лояльности. Но это очень редко бывает и очень редко, когда оно нужно. Во-вторых, это карточки социальных институтов. Лимитан, который дает плюс две единицы лояльности за ход в городах с гарнизоном. И военное положение, которое этот лимитан заменяет. Те же самые плюс две лояльности в городах с гарнизоном, и игрок получает на 25% меньше усталости от войны. Есть еще министерство колонии. Опять лояльность на других континентах. Плюс три лояльности. Полицейское государство, которое снижает уровень вражеских шпионов, но при этом понижает вашу лояльность на минус два вход. И две политики на увеличение лояльности в городах с губернаторами. Управление связи, плюс одна лояльность в городе за каждое повышение губернатора. И приторий, плюс две лояльности в городах с губернаторами. Управление связи заменяет приторий. Но опять, довольно редко это используется. Последнее, кто может дать лояльность, это великие люди. Некоторые флотоводцы и генералы, если их использовать, дадут плюс сколько-то лояльности в ход в том городе, где вы его используете. Опять же, довольно бесполезная способность. Многие больше предпочитают генералов, которые там дают уровень или армию, или вот опыт какой-то. Ну вот, например, скифы взяли великого флотоводца, который может дать плюс четыре единицы лояльности. Про защиту, о том, как вы можете получить лояльность в своих городах, я рассказал. Нападение, собственно, такое же, как и защита. То есть, если вы в своих городах влияете на ваши города и так их защищаете, то на чужие города вы влияете нападением. Лучше всего это видно, когда вы хотите поставить новый город вашим поселенцам. Вот тут видно, что если вы поставите на эту клетку город, города Кри будут так влиять, что вы в этом городе получите на этой клетке минус два лояльности, на этой клетке минус семь, на этой минус двадцать. Как же оно высчитывается? Все так же, как и защита. В радиусе девяти клеток от города оказывается давление на чужие города. Причем, с каждым тайлом давление лояльности уменьшается на десять процентов. Впрочем, это все очень похоже на механику давления религии. Правда, отличие религии в том, что там еще используются и торговые пути, а также зависит от количества верующих, а не вообще от количества жителей в городе. Здесь же чисто жители города. Торговые пути, кстати, никакого влияния на лояльность не оказывают абсолютно. И самое интересное, что вот тут написано минус двадцать два, но, как я вам раньше сказал, меньше, чем минус двадцать быть не может. Так что, здесь, видимо, какой-то глюк, хотя надо попробовать поставить город. И здесь такое большое влияние, потому что складывается два города. Здесь я могу ставить город без проблем, хотя вокруг есть вражеские города, тем не менее, влияние от моих городов полностью перекрывает их влияние на лояльность. Повысить влияние на вражеские города, как и понизить их влияние на ваши, можно с помощью способности одного из губернаторов Амани. Как видите, эмиссар будет влиять на плюс два вход против городов соперника, а здесь наоборот. Если вы возьмете престиж, то на плюс два на вашу цивилизацию. Но мы должны понять, что это просто плюс два. Это не плюс два от каждого жителя, а просто вот плюс два, и все, вход. Поэтому это не такое уж и сильное влияние. И обычно Амани, конечно, больше используют как кукловода для городов-государств, чем как влияние на другие города. Кстати, мне кажется, что лучше бы эту способность можно было использовать на жителя, собственно, как и генералов с флотоводцами. Вот если бы он давал, ну, плюс четыре каждому жителю, это, конечно, было бы офигительно, это слишком много. Ну, хотя бы плюс один вход лояльности от каждого жителя, это существенная прибавка. И игроки бы чаще использовали устаревших флотоводцев и генералов для того, чтобы влиять лояльностью на города соперника. Кстати, я сказал, что только одно строение дает лояльность. Монумент — это не совсем верно. Еще правительственная площадь дает лояльность, но все-таки ее не так легко сразу построить. Монумент, он сразу доступен. Правительственную площадь надо еще открыть, и не во всех городах она доступна только один раз. Поэтому иногда имеет смысл ее строить, ну, например, поближе к сопернику. В городе, который находится поближе к сопернику. Правительственная площадь будет давать столько лояльности, сколько дает один губернатор. Именно поэтому тут плюс шесть. Потому что плюс восемь — это... Видите, губернатор дает плюс восемь. То есть и правительственная площадь дает плюс восемь, но при этом тут минус два от чужой религии. Поэтому тут лояльность плюс шесть. Ну и еще из интересных наблюдений по поводу лояльности. Захватить с помощью лояльности город-государство очень сложно Потому что у городов-государств сразу есть базовая лояльность плюс 20 Видите, здесь 36, это просто практически нереально И, между прочим, вы можете по вот этим табличкам лояльности Смотреть, как дела у соперника происходят Например, я вижу, что у Кри минус 3 несчастья в городах То есть у него в городах есть несчастье И можно как-то на это повлиять Например, губернатора убрать из городов Если у него построено в правительственной площади зал для приемов То губернаторы дают счастье и жилье И если у него и так уже какой-то минус по настроению То убрав губернатора, вы это усугубите и можете вызвать восстание в его городах Пользуйтесь этой линзой, она дает много информации о сопернике Так вот, возвращаясь к городам-государствам У них сразу плюс 20 Вот базовая мощь в статусе города-государства И я ни разу не видел, чтобы города-государства хоть раз становились вольными А потом присоединялись к другим игрокам за счет лояльности Более того, я видел в игре, как город-государство полностью окружен городами одного игрока И все равно он по лояльности не отваливается Поэтому про города-государства забудьте Ну, кстати, можем как раз посмотреть, вот как я влияю на город-индонезийца Он тут поставил зачем-то Банджар-Масин И так как у меня тут огромный город Харлем То я сразу на 20 на него влияю Ну, на самом деле даже больше Но так как меньше минус 20 вы все равно не можете сделать влияние То только минус 29 Да, город счастлив, имеет плюс 3 к настроению Но плюс на него влияют еще другие эффекты Вот эти другие эффекты минус 3 Это из-за сикхизма Потому что сикхизм это религия Кри Если у вас чужая религия, она дает минус 3 Если своя, то будет давать плюс 3 Так что через буквально 4 хода Банджар-Масин станет вольным Несколько наблюдений о том, как города становятся вольными В шестой циве есть глюк Вот, например, Харлем Я захватил Харлем, да Держу тут юниты Но он становится вольным Так вот, этот арбалет, как ни странно, останется в городе Он будет стоять в центре города Хотя город не будет мне принадлежать И компьютерные соперники будут его обстреливать Но при этом наносить урон самому городу То есть, сами свой город и обстреливать Очень странный баг, но вы можете его в свою пользу использовать Ну и последняя еще такая особенность Когда вы можете минус к лояльности получить Это если вы приняли участие в ядерном кризисе То есть, кто-то использовал ядерное оружие Вы приняли участие в кризисе против него и провалились Тогда в ваших городах получаете минус 1 лояльность в ход Но я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы в конце игры Это как-то сильно влияло на развитие событий Потому что минус 1 лояльность в ход в конце игры – это ничто Есть еще способности наций, которые влияют на лояльность Но они тоже не всегда используются Например, у Испании есть плюс 2 лояльности в городах с миссией Рядом с центром города Но только если этот город не на домашнем континенте Согласитесь, редкое явление У Нидерландов внутренние торговые пути дают плюс 1 лояльности городу отправления Собственно, поэтому у Голландии очень тяжело в начале игры Как-то отбить города по лояльности Есть у Зулусов, Мапучи, Персии, Англии Но это не нуждается, по-моему, в каком-то отдельном упоминании Ну и в конце видео хочу, конечно, покритиковать немного эту механику Потому что все-таки сложновато с ее помощью захватывать города соперника Сколько я не пытался, сколько я не играл в сетевые игры Видя, как это другие делают Намного проще просто войной прийти и забрать, чем лояльностью Тут слишком сильна защита лояльности И слишком слабо нападение лояльности Тем более, когда вот так вот плотно стоят города Ну, в принципе, это правильно Если у вас города поставлены верно, плотненько То их сложно лояльностью покорить Но я видел случаи, когда города вдавались Как бы немного в империю соперника Человек пытался их лояльностью захватить Но у него все равно ничего не получалось Потому что слишком легко от подобного защититься Единственное, когда действительно города отваливаются Это когда вы начинаете нападать на людей То есть вот здесь, если я на Кри пойду И мне придется первым делом захватывать Либо Маскатео, либо Микиси-Вацик А на Микиси-Вацик сразу несколько городов Довольно сильно влияет И он очень быстро отвалится Но если у вас получается быстро их захватывать То тактика захвата городов подразумевает Что вам надо так их брать Чтобы они как можно меньше зависели От лояльности соседних городов соперника Это надо держать в уме На этом, я думаю, все Если я что-то упустил, поправьте меня в комментариях Всем спасибо, пока Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий и поделиться этим видео Со своими друзьями или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok